Всем привет и хорошего настроения, друзья! Начнем новый 2019 год со съемок привычных форматов, так сказать, обзоров о радиоаппаратуре, ну, которую, конечно, буду перемежать и съемками обзоров про журналы Кругозор. Вы уж меня извините, что-то подсел я сейчас на них. Итак, героем сегодняшнего нашего обзора станет уже обзираемая нами в недалеком будущем кассетная магнитола Siemens Club 710. Извините, что снимаю с рук, потому что будет такой сборный обзорчик. Снимать буду кусками. Значит, досталась она мне в руки в нерабочем состоянии, после некоторых манипуляций она заработала. Но вот в ней сейчас, скажем так, не работает режим записи. Не с микрофона, не с любых других источников, потому как в данной магнитоле сгорела основная ее звукоусиливающая микросхема. Вот тут схемка данной магнитолки у меня есть, интернет распечатанная. Значит, если мы обратим внимание на схемотехнику данного аппарата, кстати, предельно простая до гениальности, вот можем сюда посмотреть, это радиоприемная часть, заканчивающаяся также микросхемой, в которой, вероятно, и гетеродин, и смеситель, и все прочее на свете. Вот здесь только контуры, а вот здесь уже все, что связано, так сказать, с промежуточной частотой, усилением сигнала и т.д. и т.п. Вот. И далее имеется ее, собственно говоря, усилитель мощности, который собран вот на такой микросхеме. LA 4101. Вот такая интересная микросхемка. Сейчас я вам попозже ее покажу. Как она выглядит, она, вероятно, сгорела, пришла в негодность, вот потому что, видите, вот выход на динамик, тут же выход на наушники, который тоже сейчас почему-то не работает. Суть не в этом. Значит, эта микросхема, вероятно, пришла в негодность, и какие-то народные умельцы, не могу, так сказать, не похвалить, не восхититься их, в общем-то, познаниями в радиоэлектронике и тщательностью изготовления, собрали эту микросхему на рассыпухе. Но поскольку она выполняла функцию, как я понял, не только усилителя мощности, но, скорее всего, еще и усилителя записи, каким-то образом он был на нее завязан, то в данный момент эта магнитола, хоть она и работает, в чем мы сейчас убедимся. Вот УКВ диапазон. Кстати, прекрасно ловит УКВ, гораздо лучше, чем даже вот взять моя ламповая Ригонда. То есть этот аппарат, вот сейчас у нас время не раннее в Санкт-Петербурге, позднее, но, тем не менее, мы уверенно, так сказать, слушаем УКВ, мою любимую радиостанцию, радио «Орфей». Ну и помимо нее еще можно много еще поймать. Покрутим. Где же их набрать еще на шесть недель? Мать моя ухаживала за мной день и ночь и никогда даже не отходила. Птично. Это «Орфей». Что это радио? Кстати, популярная музыка. УКВ в Питере уже близки к часу ночи. Телефон рекламной службы радио «Зенит». 321-88-44. Это радио «Зенит». Каким просточком, как кажется на первый взгляд. Разве о нем писали бы стихи, изображали бы его художники на своих полотнах. Наконец. Ну, я хочу сказать, она же ловит некоторые телевизионные программы. Есть, что на УКВ послушать. Если мы, так сказать, переключимся на другие диапазоны, здесь еще средние и длинные волны. На средних, может быть, что-нибудь не поймаем, но длинные, конечно, вряд ли. Прохождение не очень. Поэтому на средних тоже глухонько пока. Вот что коллоид. Тембров, к сожалению, и файн-тюнинга, то есть тонкой подстройки в этом магнитолке нет. Ну, давайте посмотрим, как она работает в режиме магнитофона. Потому что, а вдруг я ее сломаю и больше она работать не будет. Мы хотя бы убедимся, что, в общем-то, она функциональна в данный момент. Ну, вот видите, работает, производит, хватает. Письма, письма лично на почту ношу, словно для роман с продолжением дышу. Так, где у нас эжект? Так, это перемоточка. Запись. А вот запись она не делает. То есть, если мы включим запись, будут ужасные свисты, шумы и т.д. и т.п. Вот. Сейчас попробуем нажать. Пауза у нас тут, по-моему, тоже отсутствует, кстати. Ага. Нет. Так, это стоп. Вот, если нажимаем на запись, вот такие вот шумы она производит и ничего не пишет. Вот. Поэтому попробуем ее немножечко, так сказать, привести в жизнеспособное состояние. Ну, давайте посмотрим, как этот аппарат выглядит изнутри. Вот такой у него не совсем чистый батарейный отсек со следами разложившегося поролона. Винтики по бокам мы уже, так сказать, открутили. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти саморезики. Ну, и изымем заднюю стенку. Вот я уже снял тут, видите, антеннка, да, у нас. Вот она. А проводок от нее, вот он синенький пошел. И вот таким разъемчиком, вот таким разъемчиком, он крепится вот сюда на плату. Здесь есть для антенны местечко. Вот она, по-моему. Да. Вот сюда эта антенна у нас и одевается. Вот ее, скажем так, экстерьер. То есть то, что... Интерьер, простите, конечно. То, что внутри. Плата радиоприемника с микросхемой LA-1201. Вот эта микросхемочка отвечает за все сложнейшие операции по преобразованию принимаемого сигнала, за сигнал звуковой частоты. А вот плата усилителя мощности. И тут же переключатель, как вы видите, запись воспроизведения. Вот он крепится, да, привычного вида. А вот это уже пошла наша самодеятельность. Тут некий транзистор впаян. Отечественный явно. Вот тут какой-то появился конденсатор непонятного назначения. И вот этими тремя проводками, видите, вот это вот... Раз, два, три, да? Сколько здесь? Три. Четвертый пошел куда? Четвертый пошел на питание, вероятно. А нет, на динамик. Четвертый провод идет на динамик. Эта вот плата у нас уже полностью, как вы видите, самопальная. Вот она здесь приклеена. К двигателю прямо на ней мы наблюдаем некие транзисторы и т.д. и т.п. Один КТ-603. Потом какие-то из серии 814. Вот конденсаторы. Вот. Ну и вся вот эта вот самодельная, кстати, довольно качественно выполненная плата, она, по идее, заменяет долженствующую стоять вот здесь, вот здесь микросхемку, усилитель мощности. Вот. Она же, вероятно, усилитель записи воспроизведения. Не пойму пока мне функционал. Вот такая микросхемка LA4101. LA4101, видите, с радиатором, с таким многоногой. Многоногая заказала ее в Чипидипе, привезли из Москвы, у нас в Питере ее не было. Ну, будем пытаться ее внедрить на долженствующее ей место. Ну, вот так теперь вот выглядит эта плата после, так сказать, демонтажа проводов ведущих. Вот к этому всему. Вот я демонтировал эту самопальную плату. Ну, вот, плюс вот транзистор здесь был. МП-37, да. Да, МП-37 была припаяна с резистором между его базой и коллектором. Для этих целей с конденсатором разобрались. Пусть на месте остается. Сзади, конечно, с внешней, с задней стороны плата довольно сильно пострадала. Там перехвалил я что-то умельцев народных. Пережгли, тут дорожки поотклеивали. Вот. Ну, после того, как я немножечко почистил при помощи отсоса олова, приобрела такой более-менее приличный вид. Идаль появилась у меня куча непонятных проводов, которые должны идти бог знает куда. И вот она, это наша микросхемка, которая должна, по идее, отсюда и встать, да. Вот в эти, так сказать, отверстия должна залезть своими ногами. Ну что ж, продолжим наше издевательство над несчастным Сименс Клабом. Ну вот, после долгих поисков и причин неработы этого аппарата, микросхемку я заменил. Ну, вот она стоит, видите. То есть теперь, вот она родимая. Вот она наша LA4101 заняла свое положенное место там, где должно быть. А вот это все народное творчество, которое было вместо нее, мы удалили. Правда, пришлось восстановить еще кучу соединений, которые были при демонтаже микросхемы убраны. В частности, перемычки вот эти вот были аннулированы. Вот эти вот, видите, они кривые даже. И, соответственно, отсутствовал вот этот конденсатор. Между выводами 1 и 2 микросхемы конденсатор. Пока его не было, звук шел только на наушники. Ну, схемка обозначена, и мы его заменили. Вот теперь, соответственно, попробуем радио. Вот что-то на средних волнах. Но у КВЛ ничего нет сейчас, 3 часа ночи. ...пообещал разобраться по полной с сообщниками бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Напомню, его обвиняют в мошенничестве и растрате на 14 миллиардов рублей. Как сообщил глава ведомства на своей странице в соцсети ВКонтакте... Вот это переключатель радио-магнитофон. Включаем магнитофон. Смотрите, работает это магнитофон, это радио. Ну, попробуем что-нибудь воспроизвести из магнитной записи. Так, это перемотка. Это тоже, а сделано со спроизведением. Это всё, перемоточки. Так, сейчас, секундочку. Где у нас пуль? Вот у нас пуль. Ну, магнитофон тоже функционален, да? Попробуем что-нибудь записать. Сейчас я его немножко подсоберу, и мы запишем. Ну вот, аппарат мы подсобрали. Я ещё раз приношу извинения за съёмку с рук. Вот. О, даже на УКВ что-то поймали. Надо же. В 3 часа ночи что-то ловит на УКВ у нас в Питере. Я думаю, для своего времени аппарат был весьма продвинутый, потому что со своё время, это 80-е годы, середина, конец, там, начало 90-х. Потому что в это время на FM ничего в СССР, в России не вещало. И, в общем-то, получить импортный аппарат, который работал в диапазоне 65-73 МГц, то есть на советском, на советском УКВ это было, в общем-то, без перестройки, так сказать, импортный диапазон. А наше было, в общем-то, для владельцев интересно. Сейчас, конечно, уже не актуально, потому что на УКВ почти ничего не осталось. Ну, давайте, как обещал, попробуем что-нибудь записать. Вот, кассетка на начале, да. Давайте её воткнём и попробуем писать с электритного микрофончика, которым оснащён данный аппарат. Так, что там у нас? Мотор вертится. Ага. Ну, давайте проверим. Раз, два, три, раз, два, три, три, два раз. Проверка записи на магнитолу Siemens Club 710 через электритный встроенный микрофончик собственный. Получится что-нибудь или нет, пока не знаю. Сейчас мы это с вами увидим, когда кассетку отмотаем назад. Итак, стоп. Вот оно самое начало. И вот он, play. Пока тишина. Проверка записи на магнитолу Siemens Club 710 через электритный встроенный микрофончик собственный. Получится что-нибудь или нет, я понимаю. Сейчас мы с вами увидим, когда кассетку отмотаем. Вот что-то вроде даже пишет. Ну, как-то не очень хорошо. Давайте-ка попробуем немножко вперед. Может, пленка плохая. Ай, вперед, говорю. И еще разок. Так. Никакого регулятора уровня записи тут, естественно, нет. Только Aruz. Так, говорю поближе, прямо в микрофончик. Раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, раз. Раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, раз. Проверка записи. Siemens Club. Siemens Club. Проверка записи. Кстати, бошки я его не чистил. Может, голова грязная. А ну. Стоп. Никакого регулятора уровня записи тут, естественно, нет. Только Aruz. Так, говорю поближе, прямо в микрофончик. Раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, раз. Раз, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, раз. Проверка записи. Siemens Club. Siemens Club. Проверка записи. Кстати, бошки я его не чистил. Ну, вот, что-то пишет всё-таки. Вот на этой оптимистической ноте я, наверное, буду заканчивать обзор. Извлечены вот такие платы из этого аппарата. Ну, и будем добиваться хорошего качества записи. Попробуем ещё из других источников. Всем спасибо за внимание. Всем привет, хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.